Андрей Петров, народный артист России, хореограф-постановщик, балетмейстер и основатель театра «Кремлёвский балет» сегодня своим детищем гордится. И не зря. В 1990 году в стране было не до балетов, но упорство и профессионализм Андрея Петрова смогли привлечь в молодой коллектив выдающихся артистов. Мы бережно храним. Это прежде всего то, что, например, в нашем театре работала такая великая балерина, как Екатерина Максимова. До самой своей смерти она работала и педагогом-репетитором. Вначале она ещё танцевала. У нас она танцовала премьеру «Золушки» спектакля. Потом она стала репетитором. И сегодня балерины, некоторые из которых вы увидите, они её ученицы. Среди именитых учителей – Владимир Васильев, Екатерина Аксёнова, Людмила Чарская, Наталья Воскресенская, Владимир Кошелев и другие. Под их грамотным руководством формировался облик театра. Сегодня у кремлёвского балета не менее известные наставники. Я исполняю партию «Мазурки» в Шапиняне. Эта роль у меня связана с тем, что я её готовила непосредственно с Юрием Григоровичем. Работать с таким мастером – огромное удовольствие. И мне кажется, нужно как можно больше впитывать и брать от таких людей. Все спектакли кремлёвского балета очень масштабны и гастролировать с ними непросто. Поэтому тюменцам представили усечённые версии. Шапиняну на музыку Фредерика Шапена впервые поставил Александр Глазунов ещё в 1909 году. За основу его постановку взял современный балетмейстер Михаил Фокин. Получился бессюжетный спектакль, в котором автор воскрешает образы романтического балета начала XIX века. Вторая постановка «Корсар» пришла в Россию из Парижа в 1856 году. С тех пор красочные приключения, основанные на одноимённой поэме Байрона, горячо любимы в нашей стране. Балет, оно для меня, в принципе, это, в общем-то, жизнь, которая невозможна без музыки, без танцев вообще быть. Мы здесь наслаждаемся, просто оживаем. Балерины здесь все одинаковый рост и стать, и гордый балет неплохой, тоже хорошо всё. Я благодарю их тоже. Я хочу стать балериной. Самым маленьким зрителям постановка тоже пришлась по душе. Мне там больше всего понравились крепкие, как там танцуют, мне понравилось. А тебе? А мне вот понравился, ну, вот как вот самый последний танец. Артисты кремлёвского балета сегодня пример для подрастающего поколения. Коллектив давно завоевал авторитет и международное признание. Сегодня за плечами театра 23 сезона и 25 постановок. Половина стран мира аплодировала им стоя. Ольга Бредихина, Владимир Абрамов, Новости культуры.